Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Сегодня 27 января, пятница. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Черкесский без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6-8, днем 3-5 градусов тепла. В последнее время участились звонки с фейковой информацией несовершеннолетним детям. О том, какую профилактику проводят соответствующие органы, также пожарная служба, В эти минуты в нашей студии мои соведущие Белли Джазаевой расскажет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Карачево-Черкесии Алексей Нарвыш. Добрый день всем. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Повод для нашей встречи, он немножко такой, наверное, чуть тревожный и в то же время очень актуальный. Зачастую сейчас родители в социальных сетях пишут о том, что их детям звонят неизвестные люди с неизвестных номеров и говорят, чтобы дети подошли к газовой плите, открыли газ. Какие-то вот такие манипуляции существуют и есть на данный момент такая информация и такая проблема. Что вы можете сказать по этому поводу? Добрый день. По этому поводу я могу сказать, что на сегодняшний день, в 2023 году пожаров не зарегистрировано, что связано с газовым хозяйством. В 2022 году один пожар был. Это благодаря тому, что сотрудники управления надзорной деятельности проводят большую работу в многоквартирных жилых домах, в частном домовладении, с хозяевами, чтобы они проводили беседу со своими детьми, чтобы не разговаривали с незнакомыми. В общем, все, что связано с тем, чтобы при каких-то мероприятиях не произошли пожары в быту, связанные с газом. Ну или взрывы газа, да? Так точно, да. То есть, если ребенку звонит неизвестный номер, лучше не поднимать. Так точно, лучше не разговаривать, да. Вы уже сказали о статистике пожаров. Всего один пожар в прошлом году или в этом году? В 2022 году один пожар, в этом году пожаров не зарегистрировано. Ну, прекрасно. Ну, в любом случае, наверное, надо и помнить о том, что они могут случаться. Каковы их основные причины? Как они возникают? Как обезопасить себя от этого? Ну, в первую очередь, каждый взрослый человек должен следить за своим газовым хозяйством, то есть, за газовыми колонками и газовыми плитами. Если где-то утечка, то есть, немедленно сообщать в газовую службу. По этому поводу у нас разработан план по стабилизации обстановки с пожарами, гибелью и травмированию людей. А именно, он согласовывается с сотрудниками правоохранительных органов, то есть МВД, соцзащитой, газовым хозяйством и администрацией главой того или иного района на территории республики. То есть, совместно собирается комиссия и проводятся рейдовые профилактические визиты, профбеседы с вручением листовок, наглядной агитацией. И, в общем, все направлено на то, чтобы пожаров, связанных с газовым быту, не происходило. И самое главное, видимо, здесь – это профилактическая работа с вашей стороны. Ну что ж, будем надеяться и будем верить в то, что пожаров будет как можно меньше. Я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов в вашем нелегком, действительно нелегком труде. Спасибо вам. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит «Вести Северный Кавказ». Затем программу русской редакции. А в 14.30 «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Оставайтесь с нами на канале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова